11 февраля в Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие года Лобачевского, который приорочен 225-летию со дня рождения великого российского ученого, а также ректора и строителя Казанского университета. Торжественное открытие года Лобачевского началось в выступлении хоровой капеллы университета. Вторая суббота февраля знаменовала лишь одно. С этого дня официально стартует череда специальных мероприятий, посвященных Николаю Ивановичу и его научному наследию. Первым из них стала открытая лекция ректора КФУ Ильшата Гафурова. Семья переехала в Казань. Николай Иванович поступил в гимназию. С успехом закончил и буквально через короткое время стал студентом Казанского императорского тогда университета. И вот с этого времени связь с университетом практически никогда не прерывался. Лекция Николая Иванович Лобачевский, ректор и строитель Казанского университета, стала неким экскурсом в годы, проведенным Лобачевским в Казанском университете. Основной темой лекции стало открытие таких черт великого строителя, как лидерство и созидание. Открытие года Лобачевского основывалось не только на выступлении ректора университета, но и директора Института математики и механики имени Лобачевского. Максим Хромченков рассказал немного о жизненном пути и преданности городу юности Казани. Николай Иванович, безусловно, заслуживает определения главной. Это открытие, имеющее двух с половиной тысячелетнюю историю. Нужно об этом помнить всегда, что вот в истории человечества бывают феноменальные достижения, связанные с разрешением труднейших задач. И вот одна из таких задач, это была загадка пятого постулата Евклида. И вот именно Лобачевский путем создания неевклидовой геометрии разрешил эту задачу. Как рассказал профессор Института математики и механики имени Лобачевского Марат Русланов, вплоть до первого декабря в КФУ будут идти открытые встречи, на которых будет популярно рассказываться не только о гении самого ученого, и о математических, физических и других талантах, но и о самых интересных загадках математики в целом. Лекции будут проходить в императорском зале Казанского Федерального Университета. Ну, первая лекция состоялась, я прочитал Ишат Равкатович. Лектория состоит из трех блоков. Первый блок – это лекции о Лобачевском, его научная деятельность, его административная, общественная и педагогическая деятельность. Прочитают эти лекции ученые Казанского Университета, а также ученые из Петербурга, Москвы и других городов нашей страны. Это ведущие математики, специалисты в этих областях. Стоит отметить, что Николай Иванович Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений. По выражению историка русского права и, конечно же, ректор императорского Казанского университета с 1906 по 1909 год Николая Загоцкина, Лобачевский был великим строителем Казанского университета. Диана Шилова, Леонард Авлетиаров, Универньюз.